Меня зовут Галя, привет! Я живу в Сочи и я участник ретрита Светланы Лавровой, который проходил на Алтае. Вот этот отзыв я выописываю уже не на Алтае, я сейчас нахожусь во Брау-Берсо. После ретрита прошел какой-то промежуток времени, получается примерно 10 дней, 10 дней после ретрита прошло. Это мой не первый ретрит, я второй раз участвую в процессе и будучи носителем такого опыта, когда я была на одном ретрите и потом получается через два-полтора месяца на втором, то есть в июне была в Сочи, в августе я была на Алтае. Что я могу сказать, что это очень гармонично на самом деле и для продвижения, для трансформации это было даже необходимо, я бы так сказала, вот лично для меня. Для меня и на первом ретрите и на втором открывалась глубина. Вот, если бы мне сказали, каким словом, да, концептуально я бы могла описать то, что со мной происходит, происходило на ретритах, я бы использовала слово «глубина», благодаря тому полю, которое вот Светлана создает. И эта глубина, она открывается через такие состояния и знания себя, о которых до того, как это открылось, то есть я даже, ну я не думала, то есть я не думала, что во мне это откроется или вот это я в себе увижу. То есть настолько это необычно, настолько это по-новому, то есть настолько это глубоко для меня, потому что с того уровня сознания, на котором я нахожусь в текущий настоящий момент. О каких-то вещах я просто даже не размышляю. Вот. И второй ретрит для меня прошел вот такими очень какими-то глубокими вещами. еще я хочу отметить момент важный, что на ретрите мы встречаемся с людьми, которые также являются участниками ретрита, например, да, но эти люди являются также носителями определенных знаний, даров, технологий. И благодаря этому общению моя жизнь также в процессе трансформации находится. То есть не везде и не всегда я могу встретиться именно вот с такими людьми и так глубоко с ними повзаимодействовать. А в рамках ретрита это возможно. Ну, во-первых, потому что мы все в одном пространстве. Во-вторых, потому что у нас есть время конкретно для этого, что мы только занимаемся вот собой и своими трансформациями глубинными. То есть мы не отвлекаемся там на быт, на телефон, на там, кормить детей, кошек погулять, собак вывезти там куда-то. Вот ничего этого с нами не происходит. На ретрите полное погружение вглубь себя. И те, кто рядом, они тоже участвуют в этом процессе. Как просто участники, так и носители каких-то своих особенных уникальных даров. Для меня вот последний ретрит именно с этой стороны открылся. И это было просто, это как подарок, который ты вообще не ожидаешь получить. То есть это подарок, который ты не ожидаешь получить. И я его получила. И, кстати, это не единственный был раз, когда именно такое, у меня было чувство, что я получаю подарок, который я не ожидала получить. Я обычно спрашиваю, когда беру интервью, какой запрос, с которым ехали на ретрит. У меня он тоже был. Вот прямо сейчас, когда я пишу это видео, я не помню, какой был запрос. Конечно же он был, но вот прямо сейчас я не могу сконцентрироваться и его вспомнить. Вот просто в потоке сообщаю то, что, видимо, для меня максимально ценность сейчас выразить, сообщить. У меня есть супер-опция, я могу включить камеру в любой момент и еще что-то рассказать о ретрите. Кроме вот общения в рамках ретрита, я общаюсь со Светланой и в другое время. И это связано с какими-то другими процессами, не связанными с ретритом. И что я хотела бы отметить. Вот то поле, которое формируется во время самого ретрита, в другое время его нет. Конечно, безусловно, взаимодействие. И когда ты вместе что-то с человеком делаешь, человек все равно влияет на тебя своим полем. Это есть, это безусловно так. Я могу поделиться даже, как у меня это проявляется чуть позже. Но вот именно то поле ретрита, вот оно невидимое. Мы ничего специального не делаем, мы не стоим на голове, чтобы это было. Но вот то поле, которое там формируется и там работает, во-первых, это факт, это удивительно. И это то, что дает вот эту трансформацию. Как я могу наблюдать и как я смею заключать, скажем так. То есть я не утверждаю каких-то истин, просто вот я как это вижу, как я могу это выразить, слова. Я пытаюсь это сделать. Очень часто многие ребята спрашивают, как подготовиться к ретриту, про сухие дни, про еду или не еду. И вот уже побывав внутри процесса, и вообще с самого первого ретрита меня просто расколдовала Светлана тем, что дело вообще не в еде. Дело вообще не в еде. Если я иду в себя, становлюсь все больше и больше с собой, соответственно, я больше и больше понимаю, как мне жить, через что мне взаимодействовать с этим миром. Тем больше у меня появляется, вот я сейчас говорю, у меня мурашки, тем больше у меня появляется таких вот щупалец каких-то, что я начинаю взаимодействовать с этим миром и наполняться, питаться этим миром, не едой. И через это, через это, в том числе, ну вот прямо сейчас у меня так, я могу так это писать, и через вот это питание впечатлениями, взаимодействие с другими людьми, проектами, творческими процессами, вот через эти все процессы я живу, и эти процессы наполняют мое существо, мои мысли, не еда, не еда. И это невероятное освобождение. Вот. Я не говорю, что вообще отвалилась полностью привязанность к еде, так я сказать не могу. И я заметила, да, вот эти вот колебания, они присутствуют. Но то, что я могу жить в таком состоянии, вот сейчас, да, я познала это как мой опыт, что моя жизнь может быть такой, моя проявленность может быть такой. И я этого хочу, вот я это хочу увеличивать в своей жизни. Это как тот самый бесценный опыт, о котором там не в книге прочитал, а все вот изнутри, я прожила это, это стала частью меня. То есть мне сюда, вот мне, мне не туда, а мне вот сюда. То есть на уровне информации это же и раньше было понятно, что, ой, наверное, там ты ешь шоколадку, потому что там, может быть тебе не хватает любви к себе, или тебе сейчас скучно, да, там, или ты просто устала, тебе хочется сладенького, или там, например, ты просто устала, тебе хочется кофе. То есть на уровне головы, на уровне информации, да, это все, вот это витает, витает, витает в пространстве. Но это внутрь меня никогда глубоко не проникало, вот настолько глубоко, что внутри себя, как бы я это открываю и понимаю, ааа, вот у меня это как. Вот у меня зависимость, состояние зависимости, а вот у меня состояние, вообще другое состояние, где есть я. Я, как некое существо, наполненное вот интересами, переживаниями, впечатлениями, идеями, а не только мыслями о том, а что бы мне еще сделать для себя, чтобы почувствовать сейчас себя хорошо, покушать, или там еще что-то, или еще что-то. Потому что вот эта замена, да, настоящей жизни, она может же быть не только в еде на самом деле, это же может быть во многих других вот вещах, да, вот это зависимое поведение, зависимое от чего-то. Когда ты условно там думаешь, что тебе нужно что-то, чтобы тебе было хорошо. И это сегодняшнее открытие мое, что это вообще не так. То есть, когда мне хорошо, когда я оставлю себя в центр своей жизни, вознамериваюсь, когда я становлюсь настолько взрослой, настолько смелой, чтобы истинную себя, может быть, где-то маленькую девочку, может быть, где-то робкую, может быть, где-то там стыдливую, может быть, где-то там нерешительную, да. Неважно вообще какой, вот я ее достаю, я ее реальную, вот себя, вот ту, которая я в моменте есть, смотрю и позволяю себе такой быть, принимаю себя. Конечно же, это связано с какими-то преодолениями, да, с какими-то внутренними проработками. И на ретрите это максимально происходит, во-первых, экологично, потому что есть поддержка, потому что я не одна, и максимально быстро. То есть, это происходит вот на каких-то скоростях. Вот у меня от последнего ретрита, у меня просто, у меня вот ощущение каких-то вот невероятных скоростей. Столько, столько, сколько я получила, я не ожидала столько получить ответов на вопросы. Мой ретрит, он проходил днем вместе с группой, а ночью с человеком, с которым мы оказались в одной комнате, мы делили номер. И у меня ретрит, у меня был круглосуточный ретрит. Я просто вот открываю вам немножко карты. То есть, днем у меня была работа, то, что делает Светлана, ночью у меня была работа, то, что взаимодействует с этим человеком, участником ретрита. Меня это так вскрыло, я просто, я даже не знала, я не знала, что такое бывает. Ну и, конечно, быть свидетелем вот этих трансформаций, я, наверное, это на каждом отзыве говорю, но я не устану, сейчас скажу еще раз. Быть свидетелем трансформации других людей, это вообще такая часть моей жизни, за которую я очень благодарна. Что вот у меня есть такая возможность, я вижу эти трансформации. Это так здорово, это так клево. Конечно же, и в себе тоже, и в себе тоже я их вижу. Так, какие вопросы еще я задаю? Сейчас я сориентируюсь. Собственно, это вот все рассказы о том, что я получила после ретрита. Сейчас такое впечатление, что не то, чтобы это никогда не закончится, я не хочу, чтобы вот та радость от узнавания себя, вот та радость от раскрытия себя, я не хочу, чтобы она заканчивалась. Поэтому, если мне для этого нужно просто приезжать куда-то на 5 дней, да, безусловно, я буду это делать, потому что, да, мне для этого нужно, у меня есть свои проработки, чтобы у меня это в жизни происходило. Я вот так скажу, что у меня есть свои какие-то преодоления для того, чтобы я позволяла себе получать вот эту радость. Даже вот так я могу сказать. Но, слава богу, это не какие-то шоры, да, которые вот раньше у меня были, когда я вообще все обесценивала. Ой, зачем мне это? А, да как мне поможет? То, слава богу, это не такие железобетонные шоры, а какая-то такая рябь сверху воды, да. И я понимаю, что я на эту рябь уже не ведусь. То есть, если мне это помогает, если я чувствую резонанс, ну, смысл медлить. Значит, надо идти, надо идти исследовать эту тему, исследовать и закрыть вопрос. Либо мне это помогает, и я здесь, и я продолжаю идти в губь. Либо тогда просто идти в другое место. То есть, либо так, либо так. Зачем быть посерединке в иллюзии, что я как будто бы где-то? Ну, то есть, зачем? Вот, и я рада этой решимости у себя, я рада этой решимости, и поэтому, ну, мой вектор сейчас определён, да, что мне сюда, мне здесь. Для меня через взаимодействие со Светланой открываются такие пространства, меня, что я не хочу останавливаться. Вот ещё одна важная вещь, о которой я хочу сказать, это лично тоже, это как бы часть моей личной жизни, я поделюсь с вами своей личной историей, в моей жизни такая тенденция присутствовала, как программа, да, как, ну, такая вот инфантильная такая позиция, поиск какого-то гуру или конфессии, и учения, неважно, на которых я возлагала, как бы, внутри себя, как я сейчас уже это понимаю, некую ответственность за трансформацию моей жизни. На каком-то этапе, когда вообще там, ну, вот я просто, ну, начинала, скажем так, вот там, не знаю, азбуку, да, изучать в духовной жизни, возможно, это было адекватно. Вот, но со временем меня это перестало продвигать, потому что рост, он возможен через определённые преодоления, да, и однозначно через движение вглубь себя. Если я постоянно ориентируюсь на кого-то, если я продолжаю смотреть на себя глазами своего гуру, если я смотрю в рот своему гуру, если я ориентируюсь на правила какого-то учения или конфессии, и, как бы, себя туда вставляю, вот, в видение моего учителя, в видение моего гуру, в правила этой конфессии, вот себя просто вставляю, встраиваюсь, да, и начинаю, вот, как, ну, как бы, как аватар определённый этой конфессии двигаться и ходить. Меня это даже может где-то выровнять. То есть, если вот у меня было искривление, да, а там ровно плечи, меня это, возможно, и выровняет, и я привыкну так ровненько ходить. Но я же должна всё равно посмотреть вглубь себя, у меня-то реально, вот, если я сейчас вот эти вот уберу костыли, я-то с чем остаюсь, я-то кто в этой ситуации? И вот этот вопрос задать, это определённая смелость нужна, потому что удобно быть с костылями, да, и удобно быть вот в этом корсете, выглядеть ровненько. То есть, это не бесполезно, это действительно в какой-то момент и выпрямляет осанку, это же всё держит. Но костыли нужны, чтобы их отбросить в какой-то момент. Это сегодня я так вижу свою личную ситуацию. Отбросить для того, чтобы пойти, рискнуть, заглянуть опять внутрь себя. Вот. На то, с чем я боюсь столкнуться сама в себе. Возможно, что я не хочу там годами видеть сама в себе. И вот Светлана для меня на данный момент, это человек, который максимально мне помогает двигаться в этом процессе. Без... Ну, то есть я очень совпадаю с её позицией сейчас о том, что не нужны никакие гуру, не нужны никакие конфессии для того, чтобы идти вглубь себя. Да, ты можешь ускориться, если, например, взаимодействуешь с кем-то, кто тоже этот опыт имеет, вот, например, как я это сейчас понимаю, вот наше взаимодействие, и имеет определённый, как бы, уровень сознания, да, с которого... То есть мне не нужно, да, там, миллион вариантов разобрать, подобрать, прощупать. Я просто беру, ориентируюсь, как ориентир, чтобы услышать себя. То есть я не хочу снова попасть в позицию, где я живу не свою жизнь. Пускай даже какую-то правильную, пускай даже какую-то там с ровной спинкой, какую-то очень всё по правилам. Я не хочу прожить чужую жизнь по правилам. Я хочу прожить свою жизнь. Я очень благодарна, что на сегодняшний день у меня есть мужество вот идти вот в эти процессы, да. Больше всего, больше всего я не хотела бы потерять себя. Ни с каким гуру, ни в каких, в очередных каких-то иллюзиях, ни в каких каких-то, в чужих каких-то вот этих вот историях, да, в которых удобно потеряться в какой-то момент. Но когда ты хочешь жить свою жизнь, да, то появляется выбор, этот выбор всегда есть у каждого из нас. На самом деле про ретриты я очень много могу говорить. И, возможно, я включу ещё раз видео. Какой-нибудь очередной красивой локации, которая мне покажется красивой, и что-то ещё буду говорить о ретритах, о своём опыте. Да, ещё хочу сказать про места силы. Тоже такое шаблонное немножко выражение, оно уже стало как дешёвый пластиковый стаканчик. Тебе готово его подать на каждом углу. И вот эти фразы, трансформация, путешествие вглубь себя, места силы, они настолько бездумно эксплуатируются, да, что как будто бы они утрачивают свою ценность, ну вот по моему впечатлению. И как будто бы мы привыкаем бросаться этими словами, не задумываясь о смысле этих слов. Ну вот эта поездка на Алтай, она меня заставила посмотреть вглубь вообще, да, этих понятий, потому что действительно Алтай, я говорю, у меня опять мурашки, невероятное место. Это невероятное место, оно меня невероятно, просто покорило. Покорило своей красотой, покорило своим простором, покорило своей чистотой. И вот этой природной мощью, какой-то первозданной мощью. Я любовалась раньше картинами Рериха и думала для себя, что это немножко такая преувеличенная форма, такая подача, да, где краски, они чуть-чуть ярче, да, то есть как будто бы фильтр поставил автор, и вот нам вот через фильтр передал то, как он увидел пейзажи Алтая. Но сейчас, когда я побывала там сама, нет, ребят, это не фильтр. Это вот реально так и выглядит. То есть это реально так и выглядит, и это какая-то невероятная картинка, которая просто, она вот меняется, минута, один свет, я отворачиваюсь, смотрю на горы, и это уже другой свет и другой цвет. Это очень-очень мощное место. Поэтому, если у вас есть резонанс, вот, от соприкосновения, да, с мыслью о каком-то месте, то не оставляйте это без внимания. Обязательно, обязательно соединяйтесь с энергией того пространства, к которому открыто ваше сердце. Я надеюсь, что следующие другие места силы, где будут ретриты, Светланы, они будут не менее трансформационными для меня. Я даже уверена, что они будут не менее трансформационными и интересными. Я благодарю, благодарю себя за то, что я проживаю жизнь такую, какую проживаю, что вкладываюсь в себя, в своё развитие, и через это могу быть собой, проявлять те качества, реализовывать их в наилучшем виде, которые задуманы, заложены изначально. У меня это невероятное удовлетворение, невероятное счастье. Я за это очень благодарна. Буду рада, если мы с вами увидимся на ретрите. И буду рада, если этот отзыв кому-то был полезен.